Дешевые кейсы, высокий онлайн, сервер без обмана на команды, ежемесячные обновления, можно получить подарок, прописав команду reward. Это все на моем сервере mc.minelord.ru. Заходите и играйте. Приятного вам просмотра. Ежедневное огромное количество школьников хотят открыть свой сервер в Майнкрафте, но встречаются серьезной проблемой. У них нет денег. Поэтому это их вынуждает пользоваться бесплатными хостингами, которые очень ограничены в своем использовании, да и вряд ли смогут потянуть высокий онлайн. Но надежда и вера всегда берет верх, и все-таки хочется добиться какого-то успеха, не заплатив ни единого рубля. В этом ролике мы узнаем, можно ли открыть успешный сервер на Атернасе, заработать с этого денег, при этом не потратив ни рубля, да и вообще мы узнаем, является ли целесообразным открывать свой сервер на бесплатном хостинге. Ну а перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поддержать мой канал, так как я хочу вернуть свою активность и залететь с качественным контентом. Поэтому буду вам признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. А вам приятного просмотра. Я уже зашел на сайт, и что ж, я готов становиться великим предпринимателем, айтишником и программистом. И просто сыном маминой подруги. Извините от того, что отступил от темы, но хочу вас предупредить, что в пятницу в 13.00 по московскому времени, я начну свой первый стрим, и мы будем крашить мой сервер Майнлорд и проводить на нем вайп. И также после вайпа я вам покажу глобальное обновление. То есть в пятницу мы будем в честь вайпа крашить сервер на стриме. Это первый стрим. После того, как я включу сервер, он включится уже с обновлением. То есть будет обновление, все новое. Естественно, донат останется. Донат на моем сервере покупается навсегда, не переживайте. Ну что, друзья, я вас всех жду. Первым делом, что я сделал, это поменял ядро на Папер Спигот. Это самое оптимальное и популярное ядро. Сменил версию на 1.12.2, но также я столкнулся с первой проблемой. А именно, я не могу никак сделать свой собственный домен. И мне приходится гонять с айпишником атернос.ми. Естественно, это огромная проблема, потому что ни один игрок не будет серьезно относиться к нашему серверу, когда узнает, что он у нас стоит на атерносе. Поэтому я считаю, что это огромный минус бесплатного хостинга. Хотя есть действительно очень много минусов, а именно, это слабые сервера, то есть максимум там 30 игроков потянет. Это маленькие слоты. Следующий минус, с которым я столкнулся, и который просто не дает открыть успешный проект, невозможность подключиться к ФТП. То есть, если у вас есть какая-то своя сборка, которую вы долго-долго-долго настраивали, вы не сможете залезть его на хостинг, просто потому что тут нет такой функции. Разработчики хостинга атернос заявили, что они запретили подключаться к ФТП из-за соображения безопасности. Но я считаю это все равно как-то странным, ведь практически все хостинги разрешают это делать. Но возможно разработчики атерноса не такие опытные, они прекрасно знают то, что у них возможно не хватает знаний для защиты своего хостинга, поэтому не дали возможность подключаться к ФТП. Это тоже вполне возможно. Но зато тут есть определенная вкладка, называется плагин. Здесь вы сможете выбрать тот плагин, который вам нужен. Да, их тут достаточно много, целых 484 вкладки, но я думаю это все равно огромный минус, так как он заменить ФТП все равно не сможет. Следующий минус не позволяет держать проект в долгосрочную перспективу. Видите этот таймер? И да, если в течение определенного времени, то есть 5 минут на наш проект не зайдет хоть один игрок, то он выключится. Да, сервер просто выключится. Но есть одна большая проблема, когда допустим вам осталось секунд 30, и за секунд 30 успевает зайти игрок, и после часа игры он выходит, то все равно после его выхода серверу осталось жить 30 секунд, то есть таймер не обнуляется. Вот так друзья, вот так. Но все же ради эксперимента я решил запустить сервер и установить плагин Essentials, для того чтобы узнать, сколько гигабайтов оперативной памяти было выделено нашему серверу. Я выдал себе опку через консоль, приписал команду GC, и мы видим, что выделено всего лишь 1,5 гигабайта. Это значит, что сервер будет лагать, если мы установим даже небольшое количество плагинов. Про высокий онлайн без лагов мы вообще должны забыть. Всем известны мониторинги серверов Minecraft, где пиарятся разные проекты. Но там есть вкладка «Новые сервера». Туда попадают проекты, которые открылись совсем недавно и были размещены только что на этом мониторинге. И практически все сервера, которые там размещены, либо на Атернесе, либо на других бесплатных хостингах. И если пролистнуть страницу до тех серверов, которые открылись 1 час назад или раньше, мы увидим, что все эти сервера закрыты. Ведь мощность данных серверов, на котором стоят сборки, хромают. И естественно, огромную роль играют все те минусы, которые я перечислил ранее. Также огромную роль в плохой работоспособности является то, что во вкладке «Плагины» практически нет достойных плагинов для защиты своего проекта от Crash Command, кроме exploit-фиксера. И это относится не только к Атернесу, и к другим бесплатным хостингам. Как мне кажется, многие люди неправильно воспринимают бесплатные хостинги и используют их не по назначению. Бесплатные хостинги были придуманы для того, чтобы играть с друзьями, возможно что-то тестировать, но не точно для того, чтобы открывать на нем сервера и надеяться на большой онлайн и какой-то там успех. Я долго думал, стоит ли мне записывать данный ролик. Думал о том, что я говорю, это абсолютно банальные вещи, которые, казалось бы, все понимают. Но нет, если посмотреть, сколько серверов открываются на Атернесе и пиарятся в разных мониторингах, можно будет убедиться в том, что людям нужна данная информация. Я считаю, что не нужно жить в иллюзиях, а оценивать реальность правильно. Для того, чтобы открыть успешный сервер, приходится вкладываться. Кстати, я недавно открыл свою качественную студию по сборкам, поэтому если вы хотите открыть сервер, можете написать мне, ссылка будет в описании. Ну а с вами был, как всегда, я DarkMark, не живите в иллюзиях, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok